Игорь Урбанович оттачивает технику игры на домре. Струнный инструмент начал осваивать еще в шесть. В свои 15 мечтает о зарубежных гастролях и работе в оркестре. Больше всего, говорит парень, в него верят родители. Они постоянно поддерживают в этом плане. Если я иногда, может быть, не хочу заниматься, у меня нет там сил, то они меня настраивают на это. Я беру и занимаюсь. Музыкант показал блестящий результат на международном конкурсе «Паруса мечты». В нем приняли участие свыше 200 талантов из Беларуси и России. Игорь Урбанович стал лауреатом первой степени в номинации «Инструментальное творчество». Ансамбль «Усмешка» в школе искусств образовался только в этом учебном году. Юные маэстро играют на фортепиано, цимбалах и домре. Конкурс международного уровня для них дебют и сразу удачный. Инструментальное трио стало лауреатом третьей степени. Для детей это очень интересно, для маленьких. Игорь действительно все время участвует в каких-то конкурсах и занимает призовые места. А для малышей поехать в Минск, выйти на сцену, для того, чтобы их там все видели, было очень волнительно и страшно. Но они справились, молодцы. Всего здесь обучается около тысячи детей. Школа славится девятью образцовыми и народными коллективами. Занятия проходят в 12 отделениях по театральному и музыкальному направлениям. От виолончели до флейты. Белорусская дудочка здесь появилась совсем недавно. Музыкальный инструмент изготовлен из дерева, что придает звучанию особую мелодичность. Чтобы научиться играть, понадобится не один год. В 2021-м «Виртузы» заявили о себе на 114 международных конкурсах. Участвовали также в республиканских и областных. В копилке свыше 700 дипломов. Плюс первое место в городе за достигнутые показатели среди детских школ искусств. К всем к ним однозначно определенный индивидуальный подход. Поэтому это показывает большие результаты в деятельности этих ребят. В прошлом году нашим детям из многодетных семей было присвоено звание стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Им была вручена материальная помощь. На этом успехи музыкантов не заканчиваются. Поощрение фонда президента накануне получили сразу семь учащихся. Ну а прием документов в первый класс начнется уже в начале мая. К тому же 6 числа детская школа искусств, названная в честь белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Текотского, отметит 95-летие. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Вобруйск, 360.